сейчас покажу как сделать теплый пол в общем теплый пол для чего он нужен ну допустим стоит у меня павловня здесь да видите уже побеги дало стартует то есть вот на горячей трубе но та которая стоит там в теплице там еще не стартует но их пытался сюда вчера поставить или позавчера не помню вот поставил ну решил что это не дело и для укоренения павловни и также вот черенков винограда сейчас буду укоренять вон они стоят у меня замоченная необходимо постоянная температура то есть и не выше и не ниже вот тогда будет вообще классное укоренение что для этого я купил я купил значит 12 метров теплого теплого пола заказывал на зоне сейчас покажу вот такой белорусский пол не знаю но он примерно цена одинаковая посмотрел у нас он тоже примерно 5 500 стоит и к нему сейчас покажу вот такой вот еще прибор то есть это кнопочка включения а это выставить температуру допустим не нужно будет температура 22 градуса я ее поставлю тут он будет датчик который я засуну под ящики и он будет у меня давать только одну единственную температуру там 22 23 градуса значит что сделал я у меня от ящиков остались вот такие вот крышки ящики я использую для укоренения ежевики и малины в ящиках а крышки валялись просто на улице значит взял вот эти крышки сверху взял вот такую как она называется не знаю блестяшка и на нее раскатал теплый пол вот так вот у меня получилось сейчас я до раскатаю ящики поставлю включу и покажу что из этого получится ну я считаю что это самый идеальный вариант для укоренения как винограда потому что у меня воздух чуть холодней будет почки чтобы не стартовали просто если будет там 25-28 градусов почки стартанута корень еще не вырастет и через неделю они засохнут без корня а так у меня сначала пойдет корень с 5 с пяток черенков а потом пойдет холистик сейчас доделаю покажу все сделал значит 24 7 сейчас солнышко светит тепло 30 вообще показывает наверно включилась сам шнур тепло так это начали укоренять виноград в общем что делаем нижнюю почку ослепляем делаем несколько надрезов секатором оставляем или одну или две почки вверху в принципе особой разницы нету так вот втыкаем тут в основном кокос но немного торфа и немного пиролита в почву смесь это смородина она уже стартанула я смотрел там уже корешки начинает пробиваться она у меня в дорогом вот там стояла сейчас я думаю дело пойдет сейчас нарезали еще черенков дезинфицируем их и также вот видите пятка под нижнюю почку вверху оставляем одну или две почки аватар преображение что еще тут у нас хэллоуин левия дубовские розовые лучистые и велес это велес чисто надо подписать все чуть попозже покажу как все растет если интересно конечно